Сыгломенская библиотека номер 16 подготовила презентацию Международному дню музеев 18 мая. Международный день музеев появился в календаре 18 мая 1977 года. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. Каждый год праздник имеет свою определенную тему, посвященную вопросам музейной деятельности, например, таким как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и многие другие. Музей от греческого «Дом Мус» – учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением, и экспонированием предметов, памятников и естественной истории материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью. Слово «музей» уходит своими корнями в культуру Древней Греции. Выражение «музей» он на русский язык буквально переводится как «храм Мус». Музейные экспонаты – это предметы, дошедшие до нас из другого времени. Музейным экспонатом или музейной ценностью может стать любой предмет из окружающего мира, если он помогает представить время, в которое создан или жил. Уникальное создание природы – предмет, хранящий память о выдающемся человеке или событии. Прекрасное творение рук человеческих, технические сооружения, картина, скульптура, парк. Коллекция музейных экспонатов может рассказать нам больше, чем одна вещь о своем времени или владельце, например. Музейный экспонат Экскурсовод Встречает экскурсантов, рассказывает об экспозициях, отвечает на вопросы, демонстрирует экспонаты. Архивариус Учитывает весь музейный фонд, вносит новые работы, списывает убывшие из экспозиции, создает перечень работ в выставках. Эксперт Оценщик оценивает работу, проводит экспертизу ее подлинности, выясняет, из чего создан экспонат. Хранители Принимают на хранение экспонаты, не участвующие в выставке, хранят их, создают каталоги работ, выдают работу для создания новой экспозиции. Реставраторы Это музейный доктор. Он вернет свет и недостающие фрагменты картине и иконе. Склеит разбитый горшок, починит старинный стол, восстановит царский наряд. Задача реставратора не просто склеить, зашить, дописать, но сделать это так искусно и достоверно, чтобы не нарушить первоначальный вид вещи. Смотритель музея Встречает гостей у входа в музей, подводит к экскурсоводу. Билетер Продает билеты, бронирует места для организованных экскурсий. Экскурсанты Проходят на выставку музей, слушают экскурсовода, задают вопросы об экспозиции, фотографируют экспонаты, делятся впечатлениями от увиденного. Музеи дают нам возможность увидеть своими глазами, как жили наши предки, понять, что их интересовало и вообще узнать много интересного. В музее предметы живут долго, потому что люди здесь относятся к ним с уважением. На сегодняшний день принято выделять следующие типы музеев. Художественные, исторические, естественно-научные, технические, литературные, мемориальные и краеведческие. Поход в музей – отличный способ провести время. Есть десятки интереснейших музеев и галерей на любой вкус, от классических до самых невероятных, ради которых не лень и съездить в другой город на выходные. Или посетить музей в своем городе. О некоторых музеях мы сейчас вам расскажем. Государственный Эрмитаж. Находится он в Санкт-Петербурге. Основан императрицей Екатериной II в 1764 году. Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира. Экспозиция музея размещена в 350 залах. Алмазный фонд – уникальное собрание, прошедшее длинный путь, тесно связанное с историей российского государства. Состоит из шедевров ювелирного искусства XVIII-XX веков, редких драгоценностей, драгоценных камней, орденских знаков, самородков благородных металлов, представляющих собой огромную историческую, художественную, научную и материальную ценность. Британский музей Британский музей в Лондоне – один из крупнейших музеев мира. Основан в 1753 году. В Британском музее хранятся памятники искусства, культуры и истории Древнего Египта и Месопотамии, Древней Греции и Древнего Рима. Лувр в Париже Памятник архитектуры и один из крупнейших художественных музеев мира. Лувр был средневековой крепостью и дворцом королей Франции, прежде чем стал музеем два столетия назад. Здесь представлены произведения самых известных художников в истории, таких как «Довинчи» и «Рембрандт». Метрополитен-музей находится в Нью-Йорке. Метрополитен-музей – художественное собрание, крупнейшее в США и одно из крупнейших в мире. Основан в 1870 году на базе частных коллекций, переданных в Дармузею, открыт в 1872 году. Галерея Уфици находится во Флоренции. Галерея Уфици – определенно одна из самых прекрасных коллекций картин и скульптур на планете, с работами, относящимися к эпохе Возрождения, написанными Довинчи, Рафаэлем, Микеланджело, Рембрандтом, Караваджи и многими другими художниками. Одной из главных достопримечательностей здесь является рождение Венеры Боттичелли. Египетский музей в Каире Здание музея построено в 1900 году. Здесь находится полная коллекция египетского искусства в мире. В музее хранится более 120 тысяч объектов с доисторической эры, греко-римскому периоду, включая древние скульптуры сфинкса. Среди тысяч сокровищ также известны экспонаты из гробницы Тутанхамона. Помимо общепринятых в своем назначении музеев и галерей искусств, в современном мире существуют и категории странных и необычных музеев. Подводный музей Муза, Канкун, Мексика Это невероятный подводный музей с десятками скульптур в натуральную величину. Используется в качестве искусственных коралловых рифов для местной флоры и фауны. Музей Германа Бургаве, Лейден, Нидерланды До того, как стать музеем, посвященным человеческим мутациям, до того, как мутации стали великим открытием в медицине, ботанике, физиологии, это здание было простой больницей. Теперь же в нем можно рассмотреть коллекцию Себальда Юстинуса Брюгманса, которая включает в себя банки, пробирки и разного рода мутации в них. Международный музей шпионажа Вашингтон, США Здесь можно увидеть ручки с исчезающими чернилами, разнообразные жучки, замаскированные под различные предметы, фотоаппараты и пистолеты. Есть также отдельные залы, где можно узнать историю о самых известных шпионах мира. Музей хлеба Единственный в России музей хлеба был создан в 1988 году. Всего в мире существует 13 музеев хлеба в разных странах. Кроме экспозиции самых разнообразных сортов хлеба и многих других произведений пекарного хлебобулочного искусства, музей хлеба предлагает своим посетителям побывать в самой настоящей городской пекарне. В отделе экспозиции особое место занимают исторические. Например, в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне и блокаде, 125 граммов хлеба из жмыха, овсяной муки, мучной пыли и гидроцеллюлозы. Те самые, которые выдавались пайком жителям блокадного города. Музей игрушки Всего в музее существует 4 экспозиции, которые постоянно пополняются. Русская и зарубежная народная игрушка 16-20 веков. Индустриальная игрушка, советская игрушка и игрушка авторская. А полная экспозиция музея насчитывает более 13 тысяч всевозможных кукол, мягких игрушек, машинок, домиков, погремушек. Здесь можно увидеть игрушки, выполненные из самых разнообразных материалов. Соломенные, деревянные, бумажные, глиняные, фарфоровые, тряпичные, войлочные. Музей самоваров Находится в Туле Открыл свои двери для посетителей в 1990 году. И с этого времени он стал своеобразной визитной карточкой Тулы. В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней. А также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства. В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам. От 70-ти литрового буфетного до самовара на три капли воды. В витринах музея также размещены интересные и редкие предметы быта. Атомный ледокол «Ленин» находится в Мурманске. Это было первое в мире судно с ядерной силовой установкой. Каждый из его реакторов был в три с половиной раза мощнее первой атомной электростанции СССР. После 30 лет службы ледокол бросил якорь в последний раз и превратился в музей. Во время экскурсии по этому плавучему городу можно посетить кают-компанию, кухню и столовую, машинное отделение, стоматологический кабинет и даже капитанскую рубку. После стоит уделить время и интерактивной выставке «Атом и Арктика» об истории атомного ледокольного флота, развитии северного морского пути и полярной экологии. На больших экранах рассказывают обо всех видах льда, с которыми приходится сталкиваться ледоколом, и показывают интервью с капитанами. Также сейчас популярны интерактивные музеи. Когда в XIX веке появились первые публичные музеи, экспонаты были выставлены в стеклянных колбах, и до них нельзя было дотрагиваться. Сегодня же, особенно в научных музеях, экспонаты стали более доступны благодаря интерактивным выставкам с использованием компьютерных технологий. Виртуальные музеи Они обеспечивают доступ к экспонатам посредством сети интернет или с помощью различных цифровых носителей. С первыми такими музеями стали веб-страницы реальных музеев, а впоследствии появились музеи, существующие исключительно в виртуальном пространстве. Частные музеи Это музеи, которые принадлежат частным лицам, созданы их усилиями и поддерживаются их средствами. Как правило, коллекции частных музеев отражают эстетические, культурные или научные интересы своих создателей и являются доступными для посещения. Превращение частных коллекций в частные музеи связано со стремлением к демонстрации коллекций, с желанием их популяризовать и сделать доступными для изучения. Частные музеи могут передаваться по наследству, а также в дар какому-либо учреждению, ведомству, то есть сохранять или менять свою принадлежность. Ведомственные музеи К категории ведомственных музеев относятся музеи ведомств, организаций и учреждений. Как правило, это музеи известных предприятий или ведущих учебных заведений. Благодаря созданию музеев у человечества появилась возможность сохранить эксклюзивные мировые ценности. В отличие от частных коллекций, которые фактически стали прародителями современных музеев, государственные учреждения выставляют свои экспонаты для всеобщего обозрения. Кроме хранения и сбора вещей, которые имеют культурную или историческую ценность, музеи занимаются просветительской работой, а также ведут обширную научно-исследовательскую деятельность. Надеюсь, что в вашей жизни будет возможность совершить хотя бы одно такое путешествие в музей. Спасибо за внимание!